Чтобы разобраться с работой нервной клетки, необходимо хотя бы немножко понять, что такое нервный импульс, как нервные клетки его генерируют и что они вообще с ним умеют делать. Создание нервного импульса, так же как и во всех остальных внутриклеточных делах, ведущие роль играет белки. Поэтому сначала вспомним и заново разберем, что же из себя представляют белки. Группа соединения совершенно много, как я знаю. Прежде всего, белки являются естественными полимерами. Что может дать определение полимера? Какие вещества называются полимерами? Сложные вещества, состоящие из мономерок. Из мономерок, из повторяющихся единиц, из сховных группировоказов. Совершенно верно. Так вот, мономеры белков называются аминокислоты. Аминокислоты, ну не то чтобы очень крупный класс веществ, в настоящее время известны немножко больше сотни различных аминокислот. Как они все устроены? Если разобрать конструкцию, тогда можно не изобрить, а понимать, как устроены молекулы. Итак, центральный углерод. В любом органическом веществе какую валентность имеет углерод? Четыре. Четыре. Четырехвалентность. Как заполнены эти валентности? На одной висит группировка NH2. Что это за группировками? Как называются, какими свойствами обладают? Это по основным свойствами. Так, и называется как? Занимается аминогруппа. Или амин. Аминогруппа или амин. Обладает основными свойствами. Вот на этой валентности просто подорог висит. Ничего особо интересного. На этой валентности группа С двойная связь ОМ, ОАШ. А вот это что за группа? И какими свойствами обладают? Нет, это конечно не аркетал. Это карбоксин. Обладает кислотными свойствами. Кстати, О. А что такое основные кислотные свойства? Основные свойства это способность легко отдавать в электроны? Не в электронах дело. Для определения. В электронах водорода. Да, именно так. Кислота это соединение, да? Дающая свободный днём водорода. Свободный протон. Так? Значит, а основание такое соединение? Которое как раз поглощает свободный днём водорода. В результате, если у вас в растворе высокая концентрация ионных водородов, то это перед вами кислота или основание? Кислота. Если средняя, а мы называем это делом нейтральной реакцией. Типичный пример вода. А если очень низкая концентрация ионных водородов, то это основание. Так? Знаю, честно. Хорошо. Так вот. Карбоксил легко отдают свой водородик, а амин присоединяют. Так что карбоксил идет в себя как кислота, а амин ковщу висит. Так? А вот на четвёртой валентности у разных аминокислот может висеть совершенно разная группировка. Как будет называться вот этот радикал? Обозначается буквой R. Если я вам говорю, что известно более сотни разных аминокислот, это значит, сколько разных кардикалов в аминокислотах, более сотни. Вот эта часть совершенно одинаковая у всех аминокислот. Отличаются друг от друга до кардикалов. А вот теперь давайте смотрим. Вообще-то кислоты с основаниями в реакции должны вступать? Да. Да, конечно. Ставим. Если мы подкользим две аминокислоты друг к другу, ну вот так. Вот эта у нас жёлтенькая. Давайте будет наша ровная. Ну это какой-то свой артикал. Обязательно наливать в двух аминокислот одинаковый артикал? Нет, мы берём две произвольные кислоты, так сказать, назовём R1 и R2. Расписывать их не будем, нам это пока не важно. Смотрите, что произойдёт. Если они вот так вот закародили, то произойдёт вот что-то. Какая молекула улыбается? Вода. Вода ушла. Вот это электронное облако углерода. Так, значит, было спорено с кислородом. Теперь кислород оторвался. Сколько электронов на этом облаке углерода осталось? Два. Откуда два? А с кислородом? Разорвали связь, потому что кислород замкнул связь вот на этот водород. А с кислородом образовалась молекул, а с кислородом и ушла. О, один. Сколько электронов на этом облаке осталось? Один. Один. Кислородный электрон теперь участвует в образовании вот этой пары. У углерода остался один электрон. Один электрон на облаке – это выгодное или невыгодное состояние? Не выгодное. Не выгодное. Теперь смотрим здесь. У азота. Пока второй аминокислоты не было, здесь висел водород. Облако было спарено? Да. Было спарено. Когда две аминокислоты оказались рядом, этот водород с кем заключит союз? С кислородом. А в результате у азота... А того аминокислоты хватает. Да. Значит, это облако спарено или нет? Нет. Нет, не спарено. Смотрите, здесь не спарено и здесь не спарено. Они не образуются. Именно так. Образуются. Замкнулась связь, сшившая две аминокислоты. В результате образовалась вот эта связь. Связь полярная, неполярная, емная какая? Ковалентная. Ковалентная какая? Слабополярная. Слабополярная, совершенно верно. Очень маленькое различие в электроотрицательности углерода и азота. Они же рядышком, они соседи входят с Менделеева. Здесь полюса исчезающе мало. Можно считать, что в принципе было собственным. Итак, такая связь настолько важна, что имеет имя собственное. Как называется вот эта связь между корбоксивом, одно аминокислотой? Слабополярная, пептидная связь. Именно так. По химической своей природе она ковалентная, а именно собственно и пептидная. Хорошо. Теперь. Можно ли следующую аминокислоту с этой стороны пришить? Естественно. Можно. Для этого на какой группировке должна быть развернута? Кропоксивом. С этой стороны. Амином. Амином. И вот такая длинная цепь, составленная из аминокислот, будет называться полипептид. Все белки относятся как раз к этому классу, полипептиды. Но для того, чтобы назвать полипептид белком, должны быть выполнены еще два условия. Первое. Очень длинная цепь. Но все-таки больше 20-30 аминокислот. Если цепочка короче, белком ее никто не назовет. Так вот, говорит, пептид. Так? Второе условие. Во всех белках, вот я говорил вам, сколько аминокислот известно? Более 100. А в белках имеют право стоять, в этой сотне только 20. В чем дело? А дело в том, что генетический код умеет шифровать только 20 аминокислот. Все остальные просто не шифруются. Нет способа их записать. А это значит, можно ли составить на языке генетического кодинструкцию в сборке от молекулы, не входящей вот в эту кладзатку. Если аминокислоты не входят в 20, так называем. Да. Просто не кодируются. Ну а тогда как другие кодируются, а остальные там поле 80 штук? Другие просто никак не кодируются. Они никогда не кодируются, а остальные белков. А ну как они там вообще появляются? Разберемся, разберемся. После того, как поймешь, что такой фермент по-настоящему, тогда посмотрим. Значит, на самом деле клетка умеет делать почти любую, почти подчеркиваю, почти любую аминокислоту из другой. То есть есть хотя бы один тип аминокислоты. Так, 15 вариантов клетка может получить. Но, правда, 5 необходимо не получить. Не умеет. Клетка сама строит 5 артикалов из 20. И такие аминокислоты будут называться незаменимыми. Если клетка их построить не может, они нужны для строения белков, откуда наш организм берет эти аминокислоты? А изминей, это значит? С пищей. То есть в нашей еде просто обязаны содержаться белки, несущие незаменимые аминокислоты. Слово аллергенцев, всех прочих. Растительная пища исключительно мало незаменимых аминокислот. Поэтому, ну, люди, живущие в южном климате, худо-бедно на растительной пище выдержать смог. Индийские йоги и так далее, и так далее. Значит, исключительно вегетарианство. В холодном климате играют не прокручиваются. Жесткое вегетарианство в средней полосе приводит к тяжелейшим срывам обмена веществ. Так, и вот все эти сообщества людей, которые не едят мясо, вообще ничего живого не едят, это официальный клиент, это клиент. Олерген живется не сразу, развитие занимает примерно 2-3 года. Но когда появились симптомы, поздно пить баржурно. Так, значит, так что игра с жестким вегетарианством, штука для здоровья в нашем климате небезопасная. Кто понимает, почему? На юге проходит, а здесь нет. А здесь нужно больше энергии, чтобы сохранить тепло? Разумеется. Значит, дело в том, что при более низких температурах, если вы живете в низких температурах, значит, энергозапрос организма дышит. В результате значительно большее количество веществ просто тупо ржется в энергообмене. И тот мизер, который на юге хватит по аминационному балансу, в более суровом климате не хватит. Можете возразить. Я же зима, подождите. Значит, в суровом климате люди зимой галушом не бегают. Я сижу дома, в теплом доме, выхожу на улицу, оделся тепло, но с какого перегуба мне энергообмен усиливать? Скажите, пожалуйста, а какой температурой должен быть воздух в ваших людях? Влево. Температура тела, то есть в районе 37 градусов. Если туда попал воздух переохлажденный, вот не такой температуры, а, допустим, там 12, плюс 12 градусов, что будет с вашей дыхательной системой? Замять. 20 минут дыхания таким воздухом у вас воспаление будет. Так? Хорошо. А зимой на улице бывает минус 20? Да. Ну, в Москве. Отлично. А в ледке какой воздух должен быть? Плюс 30. Ну, во всяком случае, в районе 30. Откуда берется тепло для нагревания воздуха? По дороге пока нет. По дороге. Основная задача полости носа, носа, глотки, дыхательных путей, согревание воздуха. Сколько энергии это требует? Море. Море. Море энергии. Кстати, ровно по этой же причине, диета, разработанная где-нибудь в Голливуде, для голливудских красавиц, красавицы, если в Москве человек пробует строго следовать этой дивной диете, абсолютно точно известно, что в Голливуде работает отлично. В Москве что будет с человеком, если он посадит себя на диет? У него начнется алиментарная дистрофия. Какое причине? А какой климак у нас в Голливуде? Восстание. Субтропики, причем притротический вариант субтропики. Средняя температура в районе 20 градусов, а средняя температура в Москве плюс 7 градусов. 13 градусов в районе, понятно, что это удар по энергообмену. На голливудской диете, которая в Голливуде будет работать отлично, в Москве вам катастрофически не хватит энергия, а это значит, пойдет реализация запасов, это значит, у вас проблемы возникнут с незаменимыми веществами. Да? Да. А молочные продукты? Молочные продукты, полноценные белковые продукты. Так что творог, сыр. Только вы учите, пожалуйста, что если человек возмещает белки только за счет молочных продуктов, это прямая дорожка, это очень с форма атеросклероза. Дело в том, что жиры как раз молочных продуктов, так, это, ну, как сказать, как раз те жиры, которые повышают риск образования колестериновых бляжей, и все оттуда производные. Так? Значит, так что нажимать на жирный творожок, жирный сырок и сливочное масло в городских условиях я бы не советовал. Да. А еще я, например, весь год ем сосиски. Никита, есть? Нормально, нормально. Пищевая целлюлоза еще никому не придет. В сосисках мяса, я бы вам сказал, не очень много. Да, я знаю, но я же от этого не стану, атеросклеротикам. Атеросклеротикам? Атеросклеротикам? Нет, нет, ребята. От питания туалетной бумаги еще никто не становился атеросклеротикам. Это физиологически сложно себе представить. Но руки там есть, да? Руки, да. А руки там есть. Так, ладно. Ну, на самом деле, то, что я говорю, не ко всем за ртом сосиски относится, атеросклеротикам. Вот мы берем 20 разных аминутов, ставим в разные последовательности и строим из них здравующие цепи. Вот это и есть руки. И вот теперь, что нам из этого из всего сана должно? В всей мулькулярной биологии очень часто и благотворно работают аналогии с грамматиками. Так, с морфологией языка, с грамматикой языка. Допустим, представьте себе очень простой язык. В нем всего две буквы. Допустим, буква А и буква Э. Никаких других букв в этом языке нет. Попробуем составлять разные слова на этом языке. Берем слова из четырех. Так. Обратите внимание, состав слова верхнего и нижнего чем-то отличается нет нижнего. Две буквы по два раза каждая. Так. А смысл отличается? А откуда взялись, отличие от смысла? Разный порядок. Разный порядок. Так вот, в белках ровно так же. Их свойства зависят не только от аминокислотного состава, не только от того, какие аминокислоты вошли, а еще и от того, в каком порядке аминокислоты идут друг за другом. Попробуем посмотреть, сколько разных слов можно написать на языке белков. А сколько? Вот в этом нашем алтавите было две переменные. В белках сколько разных переменных? Двадцать. Двадцать. Итак, а средняя длина белковой цепи, то есть средняя длина слова на языке белков, двести мономеров. Вопрос. Сколько разных цепей длиной в двести мономеров можно построить, используя двадцать разных в двадцатой степени? Не в двадцатой степени. Да, в двадцатой. Разница, легкая разница на порядок степеней. Да? Двадцать в двухсотой степени. Так, число двадцать в двухсотой степени. Соответствует ли хоть какой-либо физической реалии? Не аж. Просто нет такого количества объектов в окружающем нас космосе, так, чтобы иметь такое количество. Двести нуля в этом числе. Ну, понятно, что триллион триллионов отдыхает. В числе триллионов сколько нуля? Двенадцать. Двенадцать. Триллион триллионов двадцать четыре нуля. Двадцать четвертая степень десятка. А здесь двухсотая степень. Так? Слово. Вот это разнообразие теоретически возможных белков. А сколько известно неорганических соединений. Ну, вот всех, всех, белки это одна из групп органических. Понятно? Кроме белков еще есть углеводы, еще есть жиры, нуклеиновые кислоты. Вот. Одних только белков столько может быть. А теперь берем от всех известных неорганических соединений сколько? Около трех тысяч. То есть понятно, что химия неорганика по отношению к химии органика, да? Ну, это не детский сад, конечно, но немножко другой уровень. Так? Я имею в виду не по сложности, а по многообразию соединений исключительно. Так. Хорошо. Ну, а теперь давайте смотрим, чем же будет определяться реальное свойство белков и почему они такие важные живутые. Дело в том, что вот эта длинная лента, в которой аминокислоты стоят в определенном порядке, будет называться первичная структура белка. Определение. Первичная структура это линейная последовательность аминокислот, стоящих в определенном порядке. Если вы переставили какую-то аминокислоту, то есть взяли с одного места на другое поставили, это будет та же самая первичная структура или новую первичную структуру? Это вы получите просто новую первичную структуру. Дальше. эта лента совершенно строгим образом закрутится, образуя спираль, альфа спираль. Значит, поскольку в принципе кому интересно, могу объяснить ничего сложного. Но это лишние 15 минут времени, так, так что можно просто, тем более, что наверняка вы про альфа спираль слышали, работа слои, значит, это можно просто запомнить. Первичная структура сворачивает спираль, причем из каждого витка вот так торчат 4 радикальчика. То есть замыкание в спираль через 4 участника на 5. Так, из следующего витка следующий, 4 радикалы, из следующего следующего. в результате альфа спираль больше всего похожа на вершек для мытья бутылок. Представляете себя, стержень, из которой такая щетина торчит в разных сторонах. Тут здесь не щетина, а что торчит? Радикалы. Радикалы. Радикалы все одинаковые или нет? Нет. Разные. А столько их типов? 20. 20. Чудесно. А дело в том, что некоторые варианты радикалов могут вступать в попарные взаимодействия. Вступать в химические реакции друг к другу. В результате что оказывается? Вот это спираль. Допустим, вот в этой точке стоит кислотный радикал, а вот в этой точке спиртовой. Треугольничек мы обозначаем. А спирты с кислотами легко вступают в реакцию, образуя эфиры. Так что если эта молекула изогнется так, что спиртовой вертикал окажется рядом с кислотным, то между ними замкнется ковалентная связь, образуется эфир, а только объясните мне, какая сила заставит молекул сгибаться? А диффузия постоянно по три часа? Знаю, что это. Диффузия это проникновение кислотам. Ага, называется температурное движение молекул. Температурное движение. Ведь все это хозяйство происходит в водном растворе. Водные диполи находятся в постоянном движении. Все натыкаются на это хозяйство. В результате это пружина извивается как дракон. Хорошо. В этой точке стоит радикал содержащий серу и в этой точке стоит радикал содержащий серу. А еще здесь одно количество радикалов с полярными участками. Если они приблизятся друг к другу, они смогут образовать водородные связи? У них полярные участки. Отлично. Смотрите, что получается. Вот эти изгибы молекул под действием теплового движения мы скучаем. В результате рано или поздно все точки взаимодействия окажутся все равно прижат. На самом деле в реальном времени снимает долю секунды. Так? Значит, в результате что у нас с этой пружинкой? С ней вот что? Свернулся кубок. почему этот кубок не разворачивается? С ней отмечаю межрадикальные связи, так? Которые удерживают этот кубок в свернутом состоянии. Вопрос. Форма этого кубка случайная или строго определенная? Строго определенная. А что будет если я взял вот этот вертикальчик вот сюда переставил? Поменяется форму кубка. Это ясно? А теперь любая химическая связь, секунду, любая химическая связь бесконечно прочна или можно подобрать условия, когда она порвается. При этом для разных связей будут совпадающие условия или разные? Разные. Отлично. Вот у меня есть такой клубочек. А теперь я подобрал такие условия, что водородные связи лопнули. Водородные связи самые слабенькие. Как это отразится на форме лука? Она понравится. Форма гладочки изменилась. А теперь очень важная штука, которая при изучении химии неорганики в голову прийти просто не может. Модель у нас будет следующая. Клубок шерстяных нит. Представляете себе? Вот я держу в руках клубок шерстяных нит. Могу ли я пальцем коснуться начала нити? Я конца нити могу коснуться? А начала я могу коснуться? А что мне мешает? Остальные слои нити, которые поверх лежат. Вопрос. Химические вещества для того, чтобы образовать связь, должны вступить в контакт или могут отделать на большом расстоянии? Контакт. Контакт. Вопрос. Вот мы знаем, что в этом клубке 200 обвинительствов. Все радикалы этого клубка могут участвовать в взаимодействии с каким-то внешним вещем. Нет. Нет. А только какие? Которые 200. Те, которые лежат на поверхности. А те, которые внутри клубка? Понятно, что они недоступны. Если они внутри клубка, они недоступны для взаимодействия. Участвуют в взаимодействии только вот это хозяйство. А теперь форма изменилась, форма укладки изменилась. Вопрос. Химические свойства остались прежними или изменились? А почему изменились? Там уже радикалы на поверхности вы узнаете. И вполне возможно какие-то из прежних радикалов оказались теперь внутри узла связи. Так? Значит, важное определение. Тритичная структура белка устойчивая при данном условии называется конформация. Конформация. А при изменении условий что может произойти с информацией как в верно. А если я взял и вернул условия прежнего состояния что произойдет с вот этой изменившейся клюкармацией? Она может установить прежнюю структуру. Верно? Совершенно верно. Так что достаточно часто клюкармацией бывает обратима. Так? Ну грубо говоря есть у меня раствор некоторых донках пола. Я решил его замочить и накапал туда кислоты. PH изменился? Да. Изменение PH вызовет разрыв нектроссвязи. Конформация изменилась. А теперь я взял в эту же полку накапываю соответствующее количество щелочи. PH вернулся к прежнему значению? Да. Что будет с конформацией? Она смотрится. Вернется. Ребята гениально совершенно штука. Белки это молекулы с выключателями. Скажите вот у вас есть молекула седной кислоты H2SO4 можно ли заставить ее поменять свойства? Нет. Совершенно невозможно. Если уж есть молекула в химии неорганики она обладает строго заданными свойствами. А с белками с белками построили клетками очи. и необходимо чтобы он проявил свои свойства фермента катализакара. Клетка создает условия при которых белок пришел к информации при которых у него проявляются каталитические свойства. Хорошо. Белок отработал. Дальше вы будете выключать наверное? Знаете такую немецкую сказочку про волшебный горшок который варил горшок? Ага. Горшочек варил и в результате не знаете обратного заклинания. То что произойдет наварилось весь дом потом были каши. Да-да-да-да горшочек наварил столько каши что сначала она забила всю кухню потом весь дом потом из окон стал вываливаться и весь город там завалило и так далее. То есть если мы включили фермент мы мы должны быть уверены в чем что мы сможем его выключить иначе вообще кошмар так как происходит включение выключения фермента за счет изменения конформации вот давай сейчас выпишем с вами списочек условий которые могут изменять конформации разных белков и учтить что у разных белков совершенно разные условия будут вызывать изменения конформации температуры pH то есть изменение кислотности среды активные химические вещества для каждого белка свое плюс электромагнитное излучение а как интересно электромагнитное поле может повлиять на изменение структуры ребят электромагнитное поле на электронные облака влияет будет понятно что в определенных условиях у вас изменится электронная конфигурация может это привести к изменению характера связи ну ведь связь это перекрытие облаков так что электромагнитное поле ну и еще варическое давление есть белки которые конформируют если на них тупо нажать или наоборот взять растянуть но этого списка достаточно вот эти условия лучше конечно помнить всегда отлично вот мы получили белковую молекулу с выключателями так какие задачки собственно пледка в жилых белки играет выполняет извините какие роли играет а как реально работают ферменты представляете себя картинка работы фермента у вас есть нет хочется никаких проблем учтите что корректные модели работы фермента такие настоящие ну как биохимика делала это энергетические модели так но мы не хвастить не будем с вами это просто сложная штука значит давайте пространственное а не попроще представим себе такую вещь так ну во-первых вот у вас стакан со смесью двух веществ назовем а и б вообще-то мы знаем что возможны реакции вещество а плюс вещество б получаем вещество с и вот здесь у нас соответственно плавает много-много молекул такой его типа ну и так далее у меня линию сорать дальше хорошо значит предложить пожалуйста по возможности несколько способов увеличения выхода вещества цепь ну то есть что надо сделать чтобы размещать равноверенно размешать согласен подогреть почему при этом выход вещества цепь увеличится увеличить скорость движения молекул а значит чаще они будут сталкиваться согласен еще повысить давление особенно хорошо с газами работает ну жидкость вы толком не сожмете а с газами отлично работает хорошо согласен размешать подогреть повысить давление ну еще самый такой тупой природный способ концентрация согласен взять добавить исходных пропорций согласен хорошо ну и во сколько раз вы собираетесь повышать скорость реакции такими такими какими не хорошо во сколько раз реально возможно вот прибегая к этим способом в тысячу нет в тысячу ну раз в два да нет ну ну 10 ну 20 100 это уже очень много в тысячу раз такими способами вам не удастся повысить взаимодействие а вот теперь важная достаточно штука открывайте кусочек записи образования пиктивной связи ну там детектив у нас скажите пожалуйста следующую аминную кислоту можно присоединить к растущей цепочке вне зависимости от того как молекула подойдет нет нет она должна быть как развернута только подходящей гарберой отлично а сколько еще разных других способов подхода для молекул существует два два три смотрим всего два способа один один два три так допустим нам надо подсоединить именно с этой стороны а вот с этого конца на него не обращается так достаточно ли выполнение условия что подходящая аминная пислота должна быть по силу быть обращена аминная нет повторюсь в данном случае когда они столкнулись вот так там дальше они души взаимодействие проезжают люди не они проезжают люди да а вам понятно что ведь эта молекула может и вот сюда толкнуться и вот сюда толкнуться и вот сюда и вот сюда и вот сюда да так сколько кроме единственно правильного сколько неправильных решений данных задач гигантское количество в среднем около миллиона возможностей не приводящих к образованию связи на самом деле молекулы сталкиваются так часто да но шанс образования связи у одного столкновения на миллион а если мы создадим ситуацию когда к образованию связи будет приводить каждое столкновение тогда во сколько раз увеличится полчаса миллион раз пробуем белочки так радикалы вот этой части молекулы имеют слабополярные группировки а значит хорошо притягивают водные диполя а в результате вот здесь вот прилипла вода на вот этом участке может ли этот белок взаимодействует с другими веществами но другая здесь плавает тычется пробует не выйдет такая штука будет называться водяная шуба так в результате с этим взаимодействовать белок может только на участке свободном от водяной шубы это понятно да этот участок молекулы фермента будет называться активный центр именно на нем будет происходить интересующий нас очень грубо говоря понятно что упрощаем ситуацию до предела допустим что получилась вещь молекула должна столкнуться с молекулой не любым образом а только вот таким вот если они вот так столкнулись вот в этой точке и в этой точке реагентной группировки связь замкнулась и все хорошо а если они столкнулись как-то иначе видишь что это произойдет нет не произойдет а ты смотрим с этой стороны на молекуле а на этом участке вот здесь артикалы торчат вот здесь артикалы другого торчат здесь артикалы стоят следующим образом что произойдет с молекулой а понятно что она притянется любым образом или строго определенным она не просто притянулась она притянулась сориентировавшись а теперь а вот на этом участке марекулы стоят вот такой загрызг а здесь находится следующий участок что сделает марекулы притянется любым образом или строго определенным строго определенным что мы получили то что нужно вот у нас две реагентные группировки оказывались друг против другом что произойдет немедленно реакция реакция замыкания связи внимание обходе химических реакций свойства веществ остаются прежними или меняются 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 в результате когда две молекулы объединились свойства изменились будут ли их притягивать рабочие площадки нет а имеете право молекула остановиться есть тепловое движение значит вновь произошедшая молекула С что сделает подлетит площадки особо притянут да притянут сориентируют то есть на самом деле пермент работает как дом с видальным как публичный дом поймал одного клиента поймал второго клиента сориентировал соединил выросил Один клиент, второй клиент сориентировал, соединил выбросы. В результате из 100 взаимодействий молекулы А с молекулой В, какой процент увенчается образованием следствия? 99. Почему 99? 100. 100. Понятно? А это значит, во сколько раз увеличится скорость реакции? Миллион. Миллион. Вот это синтезирующий фермент. Ферменты, которые ускоряют синтез, называется, точнее, сам синтез веществ, называется анаболизм, синтез веществ. Ферменты, соответственно, анаболики. А есть ферменты, которые ведут ровно противоположные действия, разложение веществ, катаболики. Как себе представить работу катаболика? Достаточно просто. Вот у вас так, бомба ферментативная. Только у нее не две рабочие площадки, а три рабочие площадки. Допустим, раз, два, три. Вот я их выделил. Поставил синюю черточку. Работает этот фермент с крупной молекулой. И что он делает? Режет ее на два строго определенных куска. Молекулу, с которой он работает. Смотрим. Верхняя площадка притягивает к себе верхний конец молекулы. Верхний круглый ровно. Нижняя площадка притягивает к себе нижний конец. А что делает средняя? Отталкивает. Отталкивает от себя строго определенный культурок в серединке. В результате, что мы получили? Что будет с этим мелом? Если я потащу на себя за концы, так, а посерединке буду его отталкивать. Отталкивать. В любой точке рисунок, как мы привезли. Возталкиваем. Как только разломили молекулу на два фрагмента. Что после этого? Они не тянутся сюда эти два фрагмента. Нет. Это же реакция на сложение прошла. Свойства изменились. Фрагменты образуются с брошенного господа. В площадке опять свободны. Подхватывают следующего. И работают за следующим.